и Тинни Виз, кто из них пойдёт на лёгкую, кто в мидл, особо не важно, Сэппу будет не сладко в любом случае. Но у Ньюбита тоже не слабый даблэйс, мы сейчас к бэйну ещё возьмут кошку и пошёл поехал. Кстати, они могут, они так делали. Действительно, нас брали бэйн Патмо, поэтому кто их знает. Или Кунку. Кунку не видел, но теоретически всё возможно. Ну и последняя стадия банов начинается, Ньюби бронят первую. Разор, между прочим. Нет, это бестмастер. Мне кажется, Ньюби могут и пандусы изъезжать. Разор. Кстати, да, пандусы действительно могут, потому что они вообще с ней играют, но очень неплохо. А, а вообще пандусы же король против этого всего. Ну, не то чтобы супер король, но неплохо смотрятся, да, чё нет. Будет очень много таких щитов для СФ, а плюс куча всяких дизейблстанов, просто им вообще миллиард какой-то. Ну и сахарцев можно разваливать. Вот эти пять героев Ньюби под мечкой на мисс. Минутина двенадцатый, пятнадцатый. И чё против? Тяжело. На панели гирокоптер, но я уверен, Ньюби не хотели гирокоптера. Хотя... Может и хотели, но они не обломают, возьмут Рейзера или Панду и будут вообще счастливы. У них пять жирных героев против пяти не очень жирных героев. А это уже что-нибудь говорит. Да-да. Аналитика? Ну, есть такое. Что-то это действительно говорит. Последний пик остаётся не очень много времени и бонус тайм. У Ньюби 48 секунд всего лишь. Поэтому нужно подумать. Нужно подумать хорошенько над тем, кого же всё-таки стоит забрать. Будет ли это Разор или Брюмастер, как сказал Егор, или придумает что-то другое. Вообще, я бы взял Свена. Да. Неплохо, грубо, да. Просто Свена. Да, но это тоже толстый герой. Ну, да, не такой-то он толстый, но он нормальный тоже ничего. Уже капля надежды была, когда я не смотрел на пик, и ты слышал... Я услышал дж... Я подумал, Джекероз! Я думал, нет. Ааа, снова всё не так. Ну, какой же это Джаггернаут, зачем? Ну, действительно, вот эти герои, которых мы назвали, были бы лучше. Да Джекероз был бы лучше. Ну, как? Ну... Нет, Джаггернаут крутой, на самом деле. Джаггернаут неплохо, да. Чё тебе не нравится? Совершенно... Ну, с ним тоже, да, под палочкой вы идёте. Ну, это не так эффектно. Ну, и это Шейкер. И это Шейкер для Фнатик. Но Шейкер непонятно, зачем здесь нужно. Он всё... Он рушит пики. Шейкер рушит пики. Начинается первая карта матча Фнатик против Ньюби. В этой встрече мы уже узнаем первую команду, которая окажется в сетке лузеров. Смотрим. Смотрим. Это не удивили, ну, честно, Фнатики, да, которые на первой карте переиграли ЕГЭ. Я... Я уж подумал, неужели Black в прайме? Ну... Неужели вот оно? Честно, все до последнего в это не верили. И, как оказалось, правильно, потому что ЕГЭ потом очень уверенно одолели Фнатиков на оставшихся двух картах. Ну, и теперь Ньюби Фнатик. Переходим, наверное, посмотрим, кто будет на ком у нас играть. Команда Ньюби. Тулей у нас будет играть на Дарксире. Чизбак. Спиритбрейкер. Му. Играет у нас на Шадоу Финде. Хао. Джаггернаут. И Банана на Бейне. Да, неплохо Ньюби понабирали. Ну, и против них, собственно, Фнатики на топ-линию уже побежал. Там сразу же с ТП пытаться что-то придумать. Нет, который играет на Шадоу Демоне. Блэк играет на Тине. И Диже играет на Виспе. Охайо сыграет на Шейкере. Ну, и, собственно, стоящая, спрятавшаяся за деревьями Лина от Муши. Да, сегодня он уже, кажется, не впервые играет на этой линии. Кажется, матч против ЕГЭ она там тоже фигурировала. Так вот, драфты. Драфт уже очень примечательный. И тем, что в Ньюби достаточно жирные практически все герои. Даже СФ, который, если собирается через Мех, он тоже становится необычайно жирным. И могут быть проблемы с убийством этих персонажей. Что Лина имеет конкретное количество демонов, если не убила, то все очень плохо. Тине примерно такого же сценария у нас персонаж. Ой-ой-ой, заходит сейчас. Сарашану находит Охаио. Охаио, есть у него фисурка. Охайо, готов фисурировать. Бой, закид, на Хахайо. Сейчас Чизбагану на моментальность разгоняется. И уught у него не есть. Да, Чизбагану побегет, побегет. Там пора его. Ну, Охаио… Охаяо изначально проблем у него не будет, что он сказал. Охаио, Охаио, Охаио… Охайо! Чичирала, а пробегет. И вертушка Хао завершила это мучение Шейкера. Изначально оказался в не самой выгодной позиции, при том, что остальная команда его стояла где-то на хайграунде, он стоял в Рошпите, ну и в итоге, собственно, закончилось это все. Смертью Хайд. Да, это не столько важно. Мы уже тысячу раз обсуждали то, что ты умираешь вот так вот против четверых героев на минус первой минуте. Это, в принципе, не дает никакого-то толком профита. Ну, такое. Не, а вообще задумка Шейкера была ясна. То есть ты на руне, ты сам уходишь в сложную, то есть ты из Рошпита закидываешь фиссуру, отрезаешь, там забираешь рунку и уходишь. Но, я так понимаю, просто люди приготовят к этому маневру, и именно поэтому побежали они в Рошпит целенаправленно, а не просто так. Ну, знали, знали. Что, о чем-то дознали. Да. Ну, что по линиям у нас в миде помогает ему банан, постоянно против Блэка и Дижея будут стоять не в мидлейне, ну, посмотрим, как тут Блэк... Ну, судя по статистике, Блэк норм, потому что 8 побед из 9 игр, это очень страшно. Надо помнить, что это за статистика. Это статистика встреч Фнатик с командами всей дивизионе, да, где у Фнатик, в принципе, винрейта было 90%. Ну, вообще-то да. А вот как только они, собственно, добираются до каких-то серьезных коллективов, мы видим постоянно проблемы. В чем очень-очень серьезные. Пока серьезным коллективом были ЕГЭ, посмотрим, как дела пойдут с Ньюби, тоже достаточно серьезным коллективом. Ну, это не ЕГЭ, конечно, но... Но, тем не менее, Ньюби там тоже сегодня неплохую игру показывали. Собственно, муж... О, боже мой, у нас что-то произошло. Да, у нас тут, по-моему, кто-то развалил чью-то кабинку со злостью. Просто какой-то невероятный какой-то звук здесь. Ну, вообще, какофония звуков здесь, конечно, очень уникальна. Так, проблемы у Нэта, он в слипе. Тут же Блэк засыпает Муизу, посыпает банану. Очень больно. Но тут же бежит сюда, кстати, Братрун. Тоснули Му. Му на развороте готовит максимальный демош, забирает одного. Ну, и фактически забрал второго. Он еще и врезается. На этом итоге Спирит Брекер, он его убьет. Он неплохо. Ну, очень качественно разменяли СФ, а ничего не скажешь, как бы забрали двух героев. И это, наверное, максимум, который можно было выкинуть в этой ситуации. Потому что хорошо напал Блэк, на двоих Эвеланшем засыпал. Гречи, Гречи покормил людей. Ну, собственно, в итоге... Да, Гречи неплохо насыпал. Так вот, что происходит у нас на нижней линии? Смотри, на нижней линии у нас стоит Шейкер, пока в Соленова против Хао. Хао его в Соло убить не может. Ну, просто жирный Шейкер. Там даже какая бы макшина вертушка не была, все равно с этим могут возникнуть проблемы. Так что Охайо пока очень хорошо. Крипция и экспиция. У него уже 10 добитых крипов и почти четвертый уровень. Этого быть в идеале, конечно же, не должно. Ну, а кто им помешает? Бэнкс, наверное, помогает. Корова тоже непонятно где бегает. Но это не понятно. А этот на фрифарме. Фактически на фрифарме. Именно. У ребят из Натик ситуация примерно такая же. То есть они оставили Тулея на фрифарме. У Дарксира точно так же 13 крипчиков. Четвертый уровень. Просто потому, что Висп занят в миде. А Шадо Демон находится на отводах. Хотя, почему он находится именно там, для меня, на самом деле, небольшая загадка. Ведь Шадо Демон очень неплохо, миссис Линэ, и может гонять Дарксира. У нас мидия Кайло попадает по блэку. Не хватает совсем чуть-чуть дэмэджа здесь, для того, чтобы добить Кинни. Но в итоге ему потратил. Сейчас же Гернаут минус охая. Ну, через баг, по-моему. Ну, вот-вот-вот. С помощью Перебрекера это возможно сделать. В соло, конечно, практически нереально, если Шейкер все делает правильно. Вдвоем легче некуда. У меня почему-то Steam в онлайн вышел. Не знаю. Ну, это стандартная фишечка. Я думаю, сейчас переключат на меня это смысл. Я тоже надеюсь, что сейчас он тебя переключат по фастику. Да, и... Так, ну что, здесь у нас снизу продолжает. Харал фармить 29 на 3 у него криптат, 30 на 3 топовый на карте на данный момент, 23 на 3 на топе у Муши. Ну, Муши, в принципе, свой криптат выносит. Вообще, насколько полезно это будет Лина. Ну, я не знаю. Лина это такой герой... Да, в прошлом патче ему не жутко нравилось. Это супер крутой герой, который и на 4 позиции хорош, и на 1, и на 2. Смотри, смотри, выходишь в демон. Ну, это минус 2 лей, конечно же, без заявления. Вот, это, в принципе, можно было делать раньше. И намного более эффективно, вот такие 60 хитов ставится у Дарксира, он убегает. А все почему? Потому что 3 Дарксира до 4 уровня, статов больше, и все. И поэтому ТДС не умер. И это можно совершенно спокойно делать там чуть ли не со второго, не с третьего левела Лины. Вообще, изи. Просто-просто выходишь, начинаешь бить его, Дарксир сурджирует, ты моментально кидаешь на него израбшим, и все, далее дело за малым, чтобы Лина попала стадом. Ну, дальше дело техники, собственно. Ну, тут, действительно, Дарксир у нас в итоге поднимает 5 левел слишком рано, скоро у него вообще будет 6-й. Ну, Муши, кстати, до сих пор нет 6-го, да, тут Дарксир уже до 6-го как бы понемножечку добирается, но это нехорошо, конечно же, для Лины. Ну, с другой стороны, Шейкер у нас тоже может похвастаться почти 5-м уровнем, но 5-й уровень Шейкера... Ну, да, оффлейнеров отпустили полностью. Вот, вопрос только в том, какой же из оффлейнеров в итоге окажется опаснее. Потому что пока очень неприятный Дарксир, но Шейкер, в теории, с каким-то быстрым блинком, тоже не менее опасный оппонент. Ну, появляются Фейзы у Лины, то есть это та самая классическая Лина, а вот хорошо ли это, мы узнаем совсем скоро. Почему? Потому что у Нюби есть рейдкликеры, которые могут ее убивать, и Фейзы ей не помогут, на самом деле. Да, тут не только Фейзы, по-моему, не поможет. Тут, 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 тут настолько вот это... Ладно, сейчас за место, но про Дуфалину пошел, вот темейт Ахая, хороший слип, разбудили Ахая, но это минус Ахая. Высосали жизнь из него, и до конца джейкер... А добивать, а добивать кто-то будет, а добивать, на дальний Койл, му, му, дальний Койл G3, ближний, дальний, дальний не достает, ну, все-таки убивает. Ну, если честно, да. Джигеран уже не по этим чудом добил. Эээ, подожди... Ну, это Тота 2, ну, то есть... Тота 2. Ну, как это вообще... Он бежал вторым после спиритбрейкера. Да-да-да, как? Я вот поэтому и спросил. Это, понимаешь, он так сквозь спиритбрейкера нож свой просовывает, а на кончиками спа цепляет. Ну, это же как это чит. Ну, выглядит именно так, на самом деле. Так, Муш и Блэк Дракун, это тоже здесь, сможет ли кого-то спрятать. Му... Прячется отсюда. Ну, Му убегает. Нужно уже догнать. Нужно уже догнать. Нужно уже догнать. Нужно уже догнать. У него хороший. Ну, спит. И... Тот. Стан. Ну, Муш и... Му убивает, конечно, но скорее всего здесь сразу... Брейкер разгоняется. Правда, фиссура тоже неплохая. Нужно уходить с багу. Нужно уходить вообще всем отсюда. Да. Сулкейчер. Слип. Замечательно. Банан, скорее всего, собой пожертвует в итоге. Да. Еще одну плюху. И... Лину забрасывает. Подальше. Ну, так он, по-моему, такой схожий с... Тинь, наверное, с Славдар. Когда тебя затосывает на голову. Ты станешь. Тут еще попасть надо. С Славдаром попасть. Да. Вот, кстати, в связи с наличием Тиньи, возможно, Шекеру будет на первых парах немного проще. Просто потому, что Хави можно будет забрасывать куда-то на пару человек. Чтобы он с Эхослэмом вырывался. Но... Все равно, инициация будет достаточно слабая. Если Шекеру нужно просто куда-то неожиданно влететь, то Тиньи, конечно, просить его сделать это. Плюс, чтобы еще это было качественно. Ну, не самый... Да, да. Это может быть слишком затянуто. Слишком... Так, скажем... НЕ качественно. Да, действительно, нужен быстрый блин. Где его взять, не ясно. Потому, что мы видим, что шестой левел появился, конечно, у Шекера. Где эти деньги зарабатывать сейчас... Ну, я черт его знает. Где-то надо зарабатывать. Команды, по-моему, не собираются в ближайшее время какие-то там вышки забирать. Где тут, скорее всего, будет какая-то игра больше от защиты. Потому, что, скорее всего, давить пойдут именно Джигернаут с ССФом. Что там у ССФа? У ССФа, кстати, довольно плохое начало. 2-2-2. То есть, какой-то быстрой там мекки, либо еще чего-то ожидать здесь не стоит. Ну, у ССФа по криптату все замечательно. Потому, что ССФ играет за Рейдент. Замечательная сторона. И их крипчиков достаточно тяжело отжимать. Соответственно, у ССФ в плане конкретно нетворсов все норм. Да, его там убивали. Но так он держится в топе вместе с Джигернаутом. Опережая на тысячу тени. И на полторы тысячи опережая Лину. О, жесть. Да, но мы видим, что у Ньюби хорошие игры на своих героях. Опять-таки, дистанция очень-очень маленькая. То есть, там по две игры на Джаггет, по две игры на Dark City. Это, конечно, не то количество игр, о которых можно как-то конкретно судить о успешности тех или либо других героев, тех или других стратегий. Так что поговорим, наверное, потом. Где-то во время плей-оффа уже про игру команды Ньюби. Какие герои у них успешны, какие нет. Потому что сейчас как-то сказать, вот Ньюби умеет играть тем-то, тем-то, это вообще, по-моему, невозможно. Никто в мире об этом не скажет. Ибо, ну, действительно, не ясно. Ну, да-да-да, слишком мало эти ребята успели там наиграть за последнее время. Так, Джигернаут, косарь голды. И, в принципе, со своей аквилкой фризами и, допустим, персеверансом он уже выглядит очень мощно. Ну что же, 10 минут игры за нами. Ну и пока преимущество-то у Ньюби просто нереальное. Хотя по игре оно кажется, ну, средняя стандартная игра, но уже четыре с половиной тысячи голды. Ну, линии выиграны, вот в чем дело. Линии выиграны просто очень сильно. Ну, все прям, прям аж слишком хорошо сейчас для Ньюби. Ну, посмотрим, чем это дальше заканчивается. Как будут пытаться реализовать это преимущество? Да, просто тот же Дарксир, например, при хорошем старте, он может спокойно выйти в лес, он может спокойно продолжить стоять на линии, если, допустим, на линию выходит какой-то суппорт подфармить, да, потому что Дарксира убить почти нереально у одного человека. А он фармит равно так же, как он фармил там с первой минуты игры, просто щитки чуть сильнее становятся, просто против него стоять становятся чуть-чуть более проблематично. Ну, на Шрикере это видно, потому что он в итоге вообще уходит. Если что, то у Немана мне тут идут искать приключений. Так вот, а Шрикер не может так делать, и поэтому начало было у них одинаковое в плане крипстата, левела, мы это даже сравнивали, и все было очень похоже. А сейчас между ними уже тысяча разницы. Да, и это уже действительно чувствуется. Ну, во что будет выходить джигерна? Да, это будет по Хьюри первым типом Муши, и это минус Муши. Ну, Лина с фейзами. Типичная Лина с фейзами, я... Не, но объективно была бы она с ПТ, и это бы вряд ли помогло, я думаю. Да нет, но с ПТ она не умирала бы от одного обни слэша, она не умрет от двух кайлов. А то опять, смотри, Тулэя поймали через ультимайджек, это Тулэя, есть мека, есть стяжка, есть... Ой-ой-ой, как все качественно делает, Тулэй выживает, он минус два в исполнении чизбага, здесь ему... Ну, вот это уже печально. Да, это печально, это печально, потому что отпустили с арсива. То есть линии Фнатик просто проиграли в итоге, как оказывается, настолько сильно, и настолько это приводит к фатальным последствиям. Боже, Висп с Слипом Вейда это просто нечто. Это нужно было видеть. Такое велаше. Он просто обволакивается фиолетовой субстанцией, и она так вибрирует за лавна. Коккани, коккани. Смотри, сейчас на лвла, один из Джиггернаут, десятый, СФ, восьмой, Дорсили, только 877, топ-3 лвла у Тим Фнатик. Ну, действительно, все очень печально на данный момент. Ну, сейчас опять умрет Лина. Нет, Лина не умрет, Джиггернаут... Подожди, 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 как это не умрет, если сюда бежит уже Братон. Братон Шейкер рядом. Надо отменять. Я уже думал, пойдут до конца, но, действительно, 50 секунд надо подождать, пока появится новая ММН Слэш, там уже резать. Продолжать резать. Да, Джиггернаут, осталось 500 голды ДП и линии Баттлфьюри. Все хорошо. Криты будут хорошенькие по крипам. Если бы Фнатик вот так вот сильно с линиями не прогадали, то я бы еще мог говорить, ну, да, сейчас ладно, Тинни быстренько попрыгает, поубивает каких-то там эсэпов, там Лина попробует кого-то щелкнуть, но сейчас уже слишком плотные персонажи. Ну, Бейнерка остается такой сладенький, остальные уже серьезно уплотняются. То есть, ну, сразу же выходит БКБ. Первым артефактом БКБ мне это очень нравится, я поддерживаю, потому что когда ты играешь особенно против Лины, Шейкера и Тинника, Слушай, давай подумай, что тут в БКБ ему могут сделать? Вообще ничего, в том-то и дело. То, что ты полностью уничтожаешь урон, который по тебе могли бы выписать противники. То есть, Тинни, он вообще не герой до тех пор, пока у него нет, там, Аганима в Кирасе, допустим. Ну, в том плане, что если ты жирный, и он тебе не может убить с прокаста, то все, потенциал Тинни, как Тащера, он сразу же тратится. Ну, действительно, Тинни подбегает, он сразу начинает получать, и, ну, что он может сделать там? Типа, ой, Аблан, что, сорян, БКБ, и все умирает. Ну, да. Ну, это очень неприятно, и если только БКБ появится, я уверен, что пойдут активные действия, намного более активные действия, чем сейчас там в Тиренеум Дарксида. Скоро появятся Аркан Тапки, Аркан Тапки Мека, дальше выход в Даггер, но потом, вы знаете, Смоук тем временем от Матик, есть Чужого Леса, постарается в спину зайти СФу. Насколько это будет в свое время СФ? Палит Охай, тут же в Смоук входит, проблемы могут быть у Мул, ультимейт, ой-ой-ой-ой-ой, как же Шейкер тут... Шейкер хорошо разульдил, вот Жгернаут пытается раскрутиться, кого-то хотя бы убить, у Муша уже нет маны, Джаггер убивает ИСФа, Блэк остается здесь, его же просто здесь бросили, пытается он улететь, есть брендсап, но Слипа не было к этому моменту, но в кулдауне буквально секунду. Ну один Блэк здесь остался в живых, вообще очень-очень нехорошая драка получилась для Тнатик, задумали и не все качественно, выбежали на СФа, отрезали его, Шейкер нормальную дал фиссуру, все кажется хорошо, но внезапный Жгернаут, тут же не Сэш, ну а дальше... Это у СФа не было БКБ, в следующий раз у него будет БКБ. Ну ему бы осталось из его там 1200 здоровья, 1100 наверное осталось бы и... Ну да-да-да, то есть он бы увидел первого пацана, увидел бы первую там плюху залетающую у него, даже если бы ему снесли пол хп, вторую половину сносить было бы просто нечем. Да, абсолютно согласен. 13-4 на 14 минуте, и как же разгоняется-то, а? Мы видим, что в среднем за 17 минут Жгернаут превратает ВФ, здесь 13 минут хао, ну 6-0-3, 132 на 7 хао, да, остановите его кто-то, пожалуйста. Вот просто зверь. Да, он сегодня еще в матче против Virtus.pro вошел в режим, вот это вот, все что на карте живое, мне нужно очень срочно зафармить, но и вот мы видим, продолжается тот самый режим АСФ, 150 голды до АВ. Вот, и Жгернаут в своем Battle Fury, он уже Яшу себе купил, то есть за 15 минут у Жгернаута появляется количество артефактов, то, которое в среднем, ну, по своим наблюдениям, появляется в минуте 24-26. Жгернаут просто нереально силен сейчас. У него 600 гпм практически, 690. Это не алхимик. Это не алхимик, это не антимаг, это герои, которому нужно бегать. Тени, по-прежнему, левел 9, о чем речь, 10-ая Лина, Джигернаут, 13-ый, продолжает разменяться. АСФ 11-ый уже, со вторым Рейквиемом, то есть чем это все пробивает? Сейчас надо просто идти давить, есть Мека, есть Аркан Тапки, есть БКБ ОСФ, вот она ему прямо сейчас летит. По-моему, в драке опять на пять абсолютно ничего в Натике сделать не могут, правда, две трапы покупают сейчас муши, это более-менее то что-то, появилось БКБ, и, ну что, Братрум сейчас немного нагловато разгоняется, конечно, его срезает, он, кстати, умрет, здесь муши сейчас не поел. Умрет ли только он здесь, потому что подходит сейчас Блейн, начинает душить Нета, Нета он, в принципе, задушил, стяжка, стенка, но дальше гонять нечем мухаю, и отсюда все просто разбегутся, да-да-да-да-да-да. Ну, это какой-то непонятный немножко мув в первую очередь от Братрума, то есть куда он побежал, зачем он побежал, почему тиммейты разлетелись, кто на топ, кто остался в виде, но вот как-то довольно странно это все выглядело. Ну, слишком поверил в себя. Такое иногда бывает. Да, расслаблять, в любом случае, не стоит вот такие моменты, потому что, ну, в этой игре еще явно ничего не решено. Уже мы видели сегодня игры, где отыгрывалось там по 15 тысяч, и вот Вичи прямо сейчас 20 тысяч отыгрывают против Веги, и, кстати, отыграли. И уже даже ведут там, наверное, во столько же. Так что не стоит, не стоит никогда расслабляться и лезть творить какую-то фигню. Так, ну что у нас тут? Тулей, либо Гвардиан Грифс, либо Блинк Дайгерс у нас совсем будет. И тот, и тот вариант очень хорош на таком этапе раннем. Ну и опять же, СФ со своим билдом пока просто не досягаемости. Ну, собственно, так же, как и Джаггернаут. Потому что Джаггернаут, он почему не досягаемость, он просто нажимает у меня слэш, и пара людей играет сразу. Если там Дизраптор... Не, в принципе, Шадоу Демон со своим Дизрапшеном может подсейвить кого-то одного. Допустим, Лина может со своим Юулом как-то спастись от этого. С себя. Да, так что, по сути, у Джаггернаута возможен плохой врыв, и возможно то, что придется ему драться руками. А это при наличии Шадоу Демона очень тяжело делать. Ты просто пловишь Пурдж, и все. Ну, сейчас будет Монтау у него, или Санджин Яша, не знаю. И, опять-таки, слишком много кипиша будет происходить в драке, когда забегает Баланар, когда кто-то спит, когда кто-то там в спинсгриппе, когда происходит весь МЭС, кто-то в БКБ, то, действительно, как-то свое внимание на одного Хао перебросит. Это не так уж легко. Ну, посмотрим, как сейчас будет. Опять-таки, Ньюби, еще раз скажем об этом, они намного сильнее, в разы сильнее. Ну, они сейчас ведут 12 тысяч Нетворса. Ой, ну, это очень-очень много. Очень-очень. Прям совсем очень много. Прям совсем очень много. Есть очень много, а есть трофически много. Там Чиспопак разбегается в смаке на Блэка. А почему отменил? А потому, что он как-то ходил. И ультует суперрежим, проблемы с Блэком. Ну, там есть, он типа увозит. Да, да, да. Окей. Ну, и все, он сюда вернется. Хорошо. За какое-то время сейчас сами станатики забирают вышку. Это уже неплохо для них. Хотя нет, тут появляется МО. МО понимает, что на него одного нападать достаточно тяжело. Да. Ну, там Виспа убили. Понятно, что даже показывать это смысла нет. А вот это, кстати, умно. А вот это, кстати, очень умно. Тоже классно. Мне нравится. Да, нападать, убегать, да, что угодно делать. Реально качественно. Ну, вот Дарксир, если бы сейчас одного Крипчика не пропустил, тоже уже имел Блдаггер. А так только что на ровном месте не добил пацана с руки. Тем временем у Чизбаггра появляется у нас Хэнд оф Мидас. И Чизбагг прям... Не, ну, у Спиритбрэкер, так. Левел. Не, ну, у Спиритбрэкер, так. Левел. Левел. Пойдет. Причем после урны, так-то, с ставками там с Белдом. Действительно неплохой показатель. Плюс, ты, вроде как, милишник с неплохим эффектом. Я говорю, естественно, про Баш, поэтому эффект Баши, если вы срабатываете чаще, это будет, естественно, хорошо. Хэнд оф Мидеев. У Хэнд оф Мидеев меня оточередел так далеко. У него тир-1 тут нет. Вообще ничего нет. То есть, как он тут умирает, для меня остается загадкой. Не, ну, он хотя бы вытянул на себя Ференгриф. То есть, это уже неплохо, как бы. Он помил даггера. У него 1600 голды. Сейчас у него опять 1300. И, опять-таки, даггер отдаляется куда-то вот очень-очень далеко. Ну, и где этот даггер охая взять, мы пока не понимаем. Ну, и вышку забирают совершенно спокойно. Там еще Шадуфинт у нас на нижней вышке обосновался тир-2. Нет, Муу тоже решил перетянутся в центр. Или нет? Нет, нет, нет. Остается, остается. Понимаешь, что и так противник слишком слаб. Не может дать ему достойный отпор. Тут у всех блинки. Мусс Блинком. Хаус Блинком. У Числава. У Числава опять на Блэка побежали. Сейчас придется опять виспу тратить. Висп писать очень далеко. И они пытаются найти либо виспа, либо Блэка. Ну да, да. Знаешь, что где-то там кто-то из них дозатерялся. Но пока никто не спалился. А здесь продолжается пуш тир-2. Там только Муши сейчас охраняет эту вышку. Кстати, у Муши по-прежнему 2400. У Муши понемножечку может быть вырисуется какой-то аганим в ближайшее время. Не может точно вывеститься. Только рано или поздно вот в чем вопрос. Лина с аганимом достаточно страшный соперник. Дайгер тоже появляется у Муши. Решил не уступать в мобильности команде противника. Лей. И... И достает. Замечательно. Муши надо бежать. Но тут уже братру. Муши пытается хоть как-то разменяться. Понимает, что разменяться не получится. Боже, как же его избивать. Ну и Лина с Вайзами. Что вы еще хотели? Лина с Вайзами с ветрами. Как вы знаете, эти Вайзы дают очень много хп. А Ветра дают... Ну... Ветра дают чуть-чуть хп. Не, Ветра дают тебе, конечно, живучесть. Но фишка не в этом. Фишка в том, что когда тебя уже знают где ты находишься и что ты делаешь. Естественно, уходить очень тяжело. Лина с Вайзами в начале мало что делала. В начале мало гоняли Дарк Сира. Все, что я хочу сказать, это то, что мало гоняли Дарк Сира. Этого тоже не гоняли. Как бы Шекера. Но с другой стороны, Шекер это же не Дарк Сира. Насколько полезен. Он не может пойти в лес. Он не может пойти в армию. Да, да. Ну, вот правильно сказал ИНС, Егор во время аналитики, что блинший друг в Демон это очень крутой герой. И это действительно очень крутой герой. Но в этой игре его вообще нету. Вот его просто нету. Ну да. Он на линии ничего не делал. Он был на отводах. Ну, получил ты свой восьмой уровень сейчас. Ну, младец. Окей, да. И что в итоге? В итоге у него четвертый яд, которым он вообще ничего не делает сейчас. Нет. Четвертый яд, он очень опасный. Просто потому что... Читаю, перевожу. В переводе. Да. То, что яд наносит. Иди не ищем. Ладно, у нас сейчас там на топе убьют Блэка, да. Ольга. Что произошло? Там было пять или шесть крипов и Блэк. И он просто выпотрошил именно Блэка? Да. Он просто выпотрошил именно Блэка. Нет. Крипы тоже умерли. По дороге. Ну, норм. И еще виспай, естественно, здесь прибьет. Так вот. Шаду Демон. Яд у него очень крут. Потому что наносит либо однократный либо двух, четырех, восьми или шестнадцатик кратное количество урона. Который в этот стак демош. Шестьдесят пять. Шестьдесят пять, там на шестнадцать. Шаду Демон. Мы когда-то дождемся этого. Шаду Демон с Аганимом либо Шаду Демон в пике с Салхимиком. Они политы опять. Сколько можно? Ну, блин. Нет, подожди. Я просто... Мы уже столько героев спалили. С этой стратегией. Возможно, всех. Это такое. Короче... Хитоп даже в одном из видео с первого дня, когда мы сидели на ужине, там был наш разговор на эту тему. И краем уха кто-то там даже в ютубе в комментах написал эту страту. Но никто не обратил внимание сейчас. Вот Паша из веги оказался пока самым восприимчивым. Да, да, да. Но Паша проиграл у Рейскинга только что. А, вот-вот-вот. Такой тип. Угу. Да, мы еще-то эти... Честно-то не знаю, да. Ну что, ТВ на топе падает. Это последняя внешняя вышка, которая была в наличии у Фнатик. Забрали они три вышки и проигрывают на данный момент. Невероятное количество денег и экспириенса. Гардиан Грифс появляется у Тулея. У Хаос Инжиньяша блин две четыреста. У СФ, у БКБ три тысячи тоже блин. Ну... Я аутов, если честно, не вижу. Тут нет героев, которые могут сделать камбэк. Не, короче, смотри. Ньюби стоит в пятером. Ну, типа, АФКшат. На них нападает Тинни с прокастом, с полным, с аганимом. Типа, бьет все время. Потом Шейкер. Тинни все это время бьет. Погоди, погоди, я еще не договорил. Так вот. Шейкер. Типа, эхо-слэм. Тинни бьет. Тинни бьет. Не забываем. Тинни бьет под оверчаржем Фиспа. Дает эхо-слэм, фиссуру, тотем. Потом Лина дает стан. Все это в пятерых, естественно. Тинни продолжает бить. А потом Бэйн выходит из АФК и все. А потом, да. Потом пацаны нажимают Гвардин Грифс, БКБ и всех убивают. Так что, скорее всего, так и будет. Не, ну... Да. Чисто гипотетически, может, допустим, произойти и могут выиграть Драку Фнатики, но я чуть слабо это верю. Так, снизу экшен. На Блэка ворвались. Блэк отспалывали. Чуть больно Блэку. Диджею надо его увозить. Но Диджею сбивают его. Релокейт. И это минус Диджею. Блэк пытается уйти. Но Блэк ноль демиджей. Блэк погибает и разваливает так же НЕТА. Это минус три. Писсура есть. А то Хайев бежит. ТП. О, ты! Не видят его. Улетит он, да. Ну, знают эту фирменную нычку. Беспомощными. Просто выведет беспомощными. Каких натик. Ну, тысяча демиджей нанес Блэк, конечно, за Драку. Но этих тысяча демиджей, ну, это как мертвого в перепарке. То есть, ну, в принципе. Ну, да. То есть, ты бьешь или не бьешь, как бы тысяча демиджей по Виспу, это отличается от тысячи демиджей по Спиритбрейкеру. То есть, Висп, он обычно умирает от такой порции. А Спиритбрейкер, наоборот, только раздаривается и продолжает драться еще более яростно. Ты прямо сейчас Спиритбрейкера обрисовал таким, знаешь, ярким-ярким мазохистом, который такой, м-м-м, да, еще. А ты Маску его видел? Вот это вот. Да, ну, он действительно похож на это. Так что тут, да. Вопрос снимается, вопрос снимается. Вот, вот. Ну что, Ньюби, на хайграунд будут сейчас, скорее всего, подниматься. Они понимают, что сильнее. Но на хайграунд, опять-таки, зайти будет не так уж легко. Висплина, Шейкер, Тинни будут постоянно там отбрасываться. То есть, да, действительно, постоять на хайграунд могут парни из Фнатики. Они там постоят и постоят какой-то период времени. Ну, на самом деле, период времени до тех пор, пока Джаггернаун с Баленка на хайграунд не запрыгнет. Он это собирается делать прямо сейчас. Вот он видит Тинни. А, СФ просто запрыгнул. Лина просто тоже отпрыгивает. Стяжечка на Охайо. Ульт, ну, вообще БКБ. Просто БКБ. Да, там минус Охайо. Мул избивает людей. Пошел Джаггернаут. Если у него нет, он не страшно уже кастовал куда-то. Но, неважно, Мул взорвался. Это уже минус четыре. Ну и остался только Блэк. Не пишут ГГ по Капматике. Видимо, обсуждать, что делать. Ну, Капматик терпеливые ребята. Они могут и подождать. Блэк говорит, да ладно, ребята, ща нафармлю. Все будет в шоколаде. У него четвертый инфорт на карте на 7000 стоят от Джаггернаута. Но, видимо, это не повод для того, чтобы унывать. Поводом для того, чтобы унывать я уже говорил. Стояние того, когда Джаггер запрыгнет. В итоге запрыгнул СФ Джаггер. И все стало еще хуже. Да, теряют центральную свою сторону. Парни. Разбег, кстати, от спирит брейкера. А Тинни моментально делает тп-аут. Ну, потому что ты понимаешь, что, скорее всего, ничем хорошим это не закончится. Да, линию надо вот эту вот отброшить. И спокойненько, Ньюби, можно уже начинать задумываться о второй карте. Так же, как и со снофматиком. Напомним, в отличии от первого раунда лозеров плей-оффа, уже мейн-ивента. Здесь лозеров формат Battle 3. Ну, это группы. То есть, вы не путаете, да. Тёплая с мягким. То есть, это пока только группы. Группы проходят по формату Double Illumination, обычная. Дабла. Так что, тут все очень просто. Два-оффа еще нужно дожить. Ну, что, на топе мы идем Джаггернаут. Джаггернаут этим временем приобрелся немало, Немного-немало, Айотскаде. Да, интересно. 2400 хп, я думаю, его уже тоже в пятером в Фнатике вряд ли возьмут. Да, Джаггер уже тоже серьезная машина. Но там разбег теперь от брейкера. Разбежался на двоини. Бежит, он вообще попер в просветку дали. Писура, Тинни будет и драться. И вот он Му просто прыгает в толпу. Но даже не ульту. Это Сэп ультанул двоих. Дэмжмал нанес. Муше никого пробить не может. Юзает децильнокортиан Гримс. Туэй жив. Тинни на замахе уже улетает. Знаешь, может быть если ему ударил по тлею, может быть дэдла. Не, не убил. А там, смотри просто на этот хилингвард. Та-дам! Я вижу этого... Что это? Штрудерн его скрятал. На базе его скрятал Штрудерн? Да. Да, гол. И он прилетает с дизрапшином. Неплохо. Круто, кстати. Я так еще не видел. Так же можно читерить, если он из дизрапшина куда-то там... Талант. Ну все равно поймают, да. Такой Атом через ДД внезапно в прошлой драке оказался у нас. Му заходит, Блэк, Гречи ему насыпал. Му говорит, я пошел бить туалеты. Не, ну... Нормально разбирается со знаниями. И Джигернау тоже не особо время зритеряет. Слишком легкая игра для ньюбин. Первая. Слишком легкая. Да, да. Опять же, причина предельно простая. Я думаю, наши аналитики тоже лишний раз подтвердят. Скажут, просто закинули ленинг. Полностью закинули ленинг. Снайки вообще ничего не делали. С этим шаду демоном под Лину, под Тинни, под все что угодно. Можно творить такие чудеса. А ребята не сделали вообще ничего. То есть тут просто пассивное стояние. А это Фнатик. То есть там Блэк, там Муши. Эти ребята любят пассивно постоять. Очень любят. Они любят побить крипчиков вместо того, чтобы побить героев. И да, у Муши есть, конечно, занимательные отличительные моменты. Супер хайлайт, когда он всех убивает. Но это происходит ровно после того, как он 45 минут фармит. На хаунд, на хайграунд. Паша лопит. Ну, вот. Минус два героя мне слэша. Сэм прыгнул, включил бокобай. Думаю, че? На чем я пришел? Вроде как между меня разобрались. Ну, видишь, хайки не сдаются. Опять же... Чего они ждут, немного непонятно. Вот, ГГ. ГГ наконец пишет. 12.08 отыграл за Тоги Хао. Просто шикарно играл. Умум 7.3.9. Ну, вообще, команды... Не, Ньюби молодцы. Ну, Тулей. Классно. Для меня Дарксир эта игра. Дарксир крут. Вот. И Фнатик, возможно, не в курсе, что Дарксир крут. Возможно, они не в курсе, что Тулей крут. Но вот мы видим довольные-довольные. У Хао настроение просто отлично, улыбается. У меня тоже было отличное настроение. Себе вот так вот вперед ногами просто вынес сейчас с Натиков в одном из решающих матчей.